Сейчас наверху наконец заговорили о необходимости бережного отношения к истории. Заговорили о том, что не все в нашем недавнем прошлом было таким черным, как это рисовали последние 25 лет, что нам нужно опираться на достижения нашей страны, а не тех ошибок, которые совершались в процессе социалистического строительства. То есть такие достаточно разумные речи звучали в том числе из уст президента Владимира Владимировича Путина. Поэтому тем более неожиданно было заявление о том, что Ленин чуть ли не виноват в развале Советского Союза. Если знать даже элементарную историю, нужно признать о том, что большевики спасли Россию от развала. Дело в том, что даже такой враг большевизма, как Антон Иванович Деникин в свое время сказал, что власть валялась на улице и большевики ее подобрали. Большевики спасли великую Россию от развала. Дело в том, что она в какой-то момент, так сказать, как результат разрушения страны в ходе интервенции иностранной Первой мировой войны, она начала рассыпаться. Именно большевики к 22-му году сплотили ту же самую Россию, только теперь в исторической правовой форме Советского Союза, в единую могучую державу. И Россия стала великой державой как результат победы Советского Союза во Второй мировой войне. До этого она была как бы, так сказать, на отшибе, она находилась в международной изоляции. Она стала великой как раз в результате прихода к власти большевиков, коммунистов, которые возглавлял Владимир Ильич Ленин. Если говорить о автономизации, о которой говорит, так сказать, господин Путин, нужно прежде всего обращать эти упрёки не к Владимиру Ильичу Ленину, а к Борису Николаевичу Ельцину, к его предшественнику. Мы же не забыли выражение о том, что глотайте суверенитет, а сколько хотите. То есть шло сознательное разрушение федеральной структуры для того, чтобы укрепить центр. И Владимир Ильич тут совершенно ни при чём. Кстати, если уж на то пошло, так сказать, в национальной политике в советском правительстве и в руководстве ВКПБ занимался товарищ Сталин. И вот та структура национальных отношений, которая возникла, она не была плодом каких-то теоретических изысканий, что вот большевики решили, что вот должна быть вот такая речь, давайте так и сделаем. Нет, в первую очередь, с очень мощной дискуссией, как нужно, с одной стороны, обеспечить целостность государства, а с другой стороны, обеспечить право народов на самоопределение, на сохранение своей культурной, экономической, исторической идентичности. И был найден могучий сплав. И подтверждение того, что наша национальная политика была здравой, является наша победа в Великой Отечественной войне. Потому что в этот момент все народы Советского Союза принимали на равных участие в этой Великой Победе. Если бы у нас не было Средней Азии, если бы у нас не было Среднеазиатских республик, которые внесли огромный вклад в победу, может быть, этой победы и бы не было. То есть советская внешняя, советская национальная политика, она была здравой и разумной. И она сохраняла междунациональный мир и гармонию аж до самого 1991 года. И только когда Горбачев, так сказать, отпустил вожжи государственного управления, вот тогда и понеслось. После этого появился господин Ельцин со своим глотайте суверенитет сколько хотите. И наследником господина Ельцин, ни никуда от этого исторического факта не денешься, является Владимир Владимирович Путин. Поэтому ему нужно обращать очевидно свои упреки не к Владимиру Ильичу Ленину, а к Борису Николаевичу Ельцину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова